Библейский портал экзегет.ру представляет Восьмая глава книги чисел для библейского портала экзегет. Читаю перевод российского библейского общества. Ну вот у нас ставится жертвенник, освящается он, об этом была предыдущая седьмая глава. Израильтяне приносят дары многочисленные, там устраиваются жертвоприношения, пиршества. А как внутри скини, как внутри все устроено? Вот Господь устанавливает эти правила. Господь сказал Моисею, вели Аарону, пусть расставят лампады так, чтобы семь лампад освещали пространство перед светильником. Смотрите, то есть у них стоит вот какой-то большой светильник, да, дальше можно задуматься над тем, как были расставлены эти лампады. Может быть, они на самом деле на светильнике, то есть светильник как подсвечник, такой семисвечник довольно понятно, как это было устроено, и лампады просто на нем. А может быть, они отдельно, да, то есть, потому что светильник, он там в глубине, а перед этим тоже надо как-то осветить пространство. Там же все закрыто, это внутри скини. Ну, мы точно не знаем, схемы нету. Словесные описания зачастую допускают разные толкования. Арон так и сделал, расставил лампаду на светильнике, как появлял Господь Моисею. Светильник же был чекан из золота, от чекана и от ствола до лепестка. То есть его сделали полностью, не обложили только золотом, но из этого золота его, ну, вычеканили, или как-то по-русски сказать, то есть не отлитым, а скорее выбитым с помощью молотков. Моисей изготовил этот светильник по образцу, который показал ему Господь. Ну, и к этому светильнику прилагаются, естественно, левиты. Господь сказал Моисею, отдели левитов от сынов Израилевых и соверши над ними обряд очищения. Вот что ты должен сделать для их очищения. Акропи их водой очищение. Пусть они обреют себе все тело и постирают одежду, и тогда они станут чисты. То есть вот эти вот гигиенические процедуры, они одновременно становятся и символом ритуального очищения. Пусть они возьмут быка и надлежащее хлебное приношение из пшеничной муки, смоченной оливковым маслом. Возьми также второго быка для очистительного жертвоприношения. Поставь левитов перед шатром встречи и собери всю общину сынов Израилевых. «Когда ты поставишь левитов пред Господом, пусть сыны Израилевы возложат на них руки, и пусть Аарон вручит левитов Господу, как дар сынов Израилевых, вознесенный пред Господом». У нас только что были дары, все эти чаши, блюда, быки, бараны, а вот здесь люди, левиты. После этого левиты могут совершать служение Господу. Пусть левиты возложат руки на головы быков, и эти быки будут принесены в жертву. Один бык как очистительная жертва, другой как всесожжение Господу. Это будет искупительным обрядом для левитов. То есть посвящение левитов тоже через жертвоприношение. У них все через жертвоприношение. «Поставь левитов под начало Аарона и его сыновей. Вручи им левитов как дар, вознесенный пред Господом». Ну вот, как эти сосуды, допустим, богослужебные. И сосуды, соответственно, уже не для людей, чтобы они из них пили и ели, а вот левиты тоже не для обычной жизни. «Отдели левитов от сынов Израилевых. Левиты должны принадлежать мне. После этого, когда ты их очистишь и вручишь мне, как дар, вознесенный пред Господом, левиты могут подойти и служить при шатре встречи. Они отданы мне из числа сынов Израилевых. Я взял их себе взамен первого плода материнского чрева вместо всех первенцев Израилевых. Все первенцы сынов Израилевых и первенцы людей, и первенцы скота принадлежат мне. Я отделил и осветил их для себя, когда убил всех первенцев Египта». Но это мы уже комментировали при исходе. Первенцы Египта погибли, а израильские первенцы, соответственно, стали божьими. А левиты — это замена. Этих первенцев никто не забирает для людей, но левитов забрали как целое племя колено. «Отделив левитов от всех прочих сынов Израилевых, я отдал их Аарону и его сыновьям. Левиты должны за всех сынов Израилевых совершать служение при шатре встречи. Они будут служить искупительной жертвой за сынов Израилевых, а сыны Израилевы не будут приближаться к святыне, чтобы их не постигла кара». Ну, тоже все понятно, да, то есть нарушение вот этих барьеров приводит к гибели. «Моисей, Аарон и вся община сынов Израилевых сделали с левитами все в точности так, как повелел Моисеев Господь. Левиты очистились и постирали свои одежды. Аарон вручил их Господу как дар, вознесенный перед ним, и совершил над ними искупительный обряд, очистив их от нечистоты. После этого левиты стали служить при шатре встречи под началом Аарона и его сыновей. С левитами все было сделано так, как повелел Моисеев Господь». Еще раз мы это встречаем. Вот ритуальная часть, часть, связанная с распределением в пространстве, времени, в каком-то ритуальном обиходе, вот это все исполняется в точности. И там, где речь идет про то, как жить, уже не очень. Господь сказал Моисею, вот правило для левитов. С 25 лет левит должен нести служение при шатре встречи. Вообще-то раньше было для священников 30, но 25 – это как бы подготовительное такое, 5 лет предварительного периода. А в 50 лет он свое служение прекращает, он уже не должен служить. Он может помогать своим собратьям, отвечающим за шатер встречи, но сам более не должен служить. То есть его никто не прогоняет, но обязанностей у него уже больших, таких нету, это дело скорее добровольное. Такие распоряжения ты должен отдать о служении левитов. Вот и это все размерено. Дальше пойдет про праздники, из них, конечно, главный праздник – Пасха, и в 9 главе о ней будет рассказывано. Субтитры создавал DimaTorzok